Добрый день. Вы знаете, сейчас вот мы пели с вами. Я сейчас почувствовала, что мы стоим просто перед куполом, я не знаю, небесным куполом, под небесным куполом, наверное, вернее сказать. И вот тысячи колокольчиков и колоколов, все вместе в унисон звучало. И прославляло Бога. И мне показалось, что вот, вы знаете, мы как в воде в музыке. И она даже внутри, вот, трепетала внутри музыки. Я даже не знаю, как это все объяснить. Но это было настолько великолепно. Это, наверное, только Бог может дать почувствовать небесное прославление. Оно неописуемо. Но это было чудно. Вот так вот мы с вами поклонялись сейчас. Даже если мы это не ощущали, неважно. Мы были под этим куполом. Ой, какой у нас изумительный Бог. В какую сторону не посмотришь, везде хочется сказать, какой у нас изумительный Бог. Правда? Заботится о нас. Все для нас дает и делает. Хочется только одного. Помни, Израиль, что он делает для тебя. Вы знаете, такие слова. Вот помни, Израиль. Все помни, не забывай. Исайя пророчествует 44-21. Помни это, Иаков и Израиль. Ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты. Израиль, не забывай меня. Вы знаете, я вот прослышал, услышал эти слова к нам. Просто помните. Вы знаете, как хочется поговорить сегодня об этой памяти. Пока живая память, живы события. Когда оно уходит из памяти, и события как исчезли. Поэтому и весь Ветхий Завет, и Новый Завет, он построен на том, чтобы мы помнили. Мы все время видим, что Бог говорит, помни. Напоминайте. Не забывайте. В Новом Завете то же самое. Напоминайте, не забывайте. Все Бог, многое Бог совершил для памяти. Даже жертвоприношение. Вот я стала читать про жертвоприношение. Интересную вещь увидела. Почти у каждого жертвоприношения говорится для памяти. Я хочу одно только прочитать. Левиты 2.9. Просто для примера. И возьмет священник из всей жертвы часть в память. И сожжет на жертвенника. Это жертва благоухания, приятная Господу. Вы знаете, что на рамнике Ефода Бог тоже положил камни. На рамена. На рамена. На рамена. И тоже на память. Я прочитаю вам это место. Исход 28.12. На память. И положи два камня сии на рамнике Ефода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом. На обеих раменах своих. Для памяти. Кому на память? Неужели Бог у нас такой забывчивый? У Бога такая коротенькая память, что Ему надо все время напоминать? Я думаю, что у нас у некоторых есть такое представление о Господе. Поэтому мы часто Ему хотим напоминать, чтобы Он не забыл. А то вдруг забудет нас благословить. Но фактически это нам на память. Забывчив только народ. А Бог никогда ничего не забывает. Никогда ничего. Мы читаем с вами в Библии, иногда такое место говорится, что вспомнил Бог. И мне задавали такой вопрос, ну что же получается, Бог вспомнил, а до этого забыл. Нет, мои дорогие. Бог никогда ничего не забывает. Но это оборот речи. Когда говорится, Бог вспомнил, это имеется в виду, что пришло время. Пришло время, чтобы исполнилось то, что Бог когда-то обещал. Вот и все. Это у человека есть память очень коротенькая. У человека, человек умеет забывать. Забывает какие-то фрагменты из жизни. Однако, Бог дал человеку такую возможность, как память. И в эту память человек вписывает многие вещи. Что-то мы вписываем, акцентируя, что-то даже не акцентируя, но оно пишется в памяти. Все наши жизненные фрагменты. Все, что человек видит, услышал, обонял, осязал, чувствовал. Наша память — это одно из свойств нервной системы. Это познавательный процесс. Через ощущение, восприятие и мышление. Мы способны запоминать и воспроизводить эту информацию. Иногда даже менять ее в себе. И несмотря на то, что мы имеем вот эту память, и в памяти многое у нас хранится, могу сказать все события нашей жизни. И даже несмотря на это, человек что-то может говорить. Я не помню. Что-то не воспроизводится в памяти. Но оно все равно сохраняется там. Поэтому мы говорим, человек бывает забывчив. Хотя в памяти все это есть. Но человек бывает забывчив. А что человек помнит больше всего? Как по-вашему? О, правильно говорит сестричка Любочка. Обиды. Боли, обиды. О, это мы хорошо помним. Это воспроизводится в нашей памяти постоянно. Почему? Существуют такие болевые эффекты. Стрессы. Душевные боли. Они запоминаются надолго. Знаете почему? Есть такое еще понятие, что память сердца. Есть память разума, есть память сердца. И вот в памяти сердца запечатляются именно глубокие ощущения. Могут быть хорошие глубокие ощущения, а могут быть болевые. И так как эта память это одно из свойств нервной системы, то болевые ощущения в памяти удерживаются надолго. И когда они воспроизводятся в памяти, они опять вызывают что? Ощущения. Так как это в сердце сердечные ощущения боли. Сердечные переживания опять. то есть все воспроизводится по-новому. Это боль. И эти фрагменты нашей жизни запоминаются ощущениями. Хочу, чтобы вы поняли, что человек запоминает не только картинки, но запоминает ощущения. И когда память воспроизводит, она с ощущениями воспроизводит, понимаете? Мы способны в памяти нашей сохранять даже запахи. Даже когда мы не обоняем нашим носом, но и стоит сказать, вот эти духи мы помним. Как пахнет роза, мы сразу помним. Почему? В памяти есть еще и ощущения запахов, понимаете? сохраняется. Вот память наша, это уникальное качество человека имеет. Но оно даже есть у животных. Без памяти живое существо просто окажется потерянным в этом мире. Стоит потерять память, и ты просто хочешь соскать овощ, ничего не знаешь, ничего не можешь. мы набираем память с рождения, а можно даже сказать, с утробы матери. Именно память есть развитие человека. И всякого разумного существа. И память играет большую роль в жизни человека. Без памяти это все равно, что компьютер без программы, просто ящик. Но именно память в этом ящике, что она превращает его в ценность. Цена память у компьютера, понимаете? Если память засоряется, то мы компьютер чистим. Иногда необходимо расширить память, потому что не хватает памяти. Объем памяти увеличивается и у нас тоже, вы знаете. Но хорошо, когда мы туда вкладываем нужную информацию. Мы должны следить за тем, что мы вкладываем в нашу память. нужную информацию или мусор, который надо очищать. Наш компьютер, наша память тоже умеет перегреваться и перегружаться. Итак, нам надо быть очень внимательными, чем мы себя загружаем. Мы хочу вернуться. Вернуться к такому месту памяти, где говорится, что мы сохраняем в себе ощущение. Потому что наша память нам передает не голую информацию, а именно ощущение. Мы просто опять в том фрагменте, в том моменте, когда вспоминаем. Понимаете? И раз она нам прокручивает пережитую боль, мы будем все время ходить в боль, если не очистимся. И часто бывает так, я думаю, вы тоже все испытали, что приходят сначала ощущения. поступают ощущения какие-то болевые, ты начинаешь искать в памяти что. Бывало у вас такое? Ищешь объяснение этим ощущениям. Когда нашел, ах, вот причину. То есть иногда ощущения приходят раньше, чем осознание этих ощущений. Вот почему человек иногда ощущает жуткую боль и не знает, в чем дело. Что сказал об этом Иисус? Что надо прощать от сердца. Разумом мы легко прощаем. Спроси любого, да, я простил. А ощущениям? Если есть ощущениям, значит от сердца. Надо от сердца освободиться, понимаете? Оттуда надо память очистить. Если мы прощаем от сердца, то у нас нет боли. Если мы прощаем от сердца, то у нас боли. Хочу вам объяснить, что в памяти все остается. Все останется в памяти, у нас не будет склероза. Мы потеряем только ощущения болевые, если мы простили от сердца. Вы знаете, что на небесах будет точно так же. Мы все будем помнить. Бог не сделает так, что у нас нет памяти, пришли туда, а кто мы, а что мы, а ты кто, а я кто. Память идет вместе с нами. Но самое хорошее и самое приятное, что болевых ощущений нет. помнишь без боли, без обиды. Об этом пророчествуется в Откровении. Когда услышал Иоанн голос с неба и голос сказал такую вещь. Откровение 21.4 И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Что это значит, что мы туда все в слезах придем? Речь не об этом. Речь идет о том, что Бог сотрет с памяти всякое огорчение. Всякую боль. Что за рань, если у нас есть боль и огорчение? Но я не представляю себя как личность без памяти. А я с памятью буду. А вот боли не будет. Огорчения не будет. Слез не будет. Бог сотрет. Как я и говорил, с компьютера стирается память. Но как хорошо, когда мы уже сейчас это получаем. Когда уже сейчас мы научились стирать с памяти боль и огорчение при помощи Иисуса Христа. И я свидетель того, что это возможно. Живой свидетель. Бог дал мне ощутить эту прелесть небес, когда ты все помнишь, и силишься вспомнить, и нет боли, ни от чего. хотя все стоит полочком, все помнишь. Стремитесь к этому. Если это еще не произошло, стремитесь к этому. Это мы поговорили о той памяти, которую мы хорошо сохраняем. Которую Бог не говорит. Помните, как вас обидели. Вспомните в Египте, как над вами издевались. Читали когда-нибудь такое? Что Бог сказал Моисею или народу Божьему, помните, как вы были в рабстве, и как над вами издевались. Никогда. О чем сказал Бог помните? Как я вас вывел? Сколько сделал вам хорошего? Почему Бог говорит все время, помните, сколько я вам побед совершил, сколько я вам добр сделал? Помните, почему? А потому что добро, оно тоже откладывается в память, но не наносит сердечные раны. Травм нету. Поэтому, хотя оно и сохраняется в памяти какое-то время, но потихонечку оно уходит ниже и ниже, сверху зарастает другими слоями, и получается человек забывчивый. Человек забывает добро. К стыду скажу, забывает добро, но помнит зло. Поэтому мы должны с вами стараться добро вытаскивать и напоминать себе, понимаете? С учетом этого Бог Бог сказал помни. Помни Израиль. Помни Яков. Сколько тебе делает Бог добра? Помни. Бог все делал нам на поминание. Для памяти. Для какой памяти? для доброй памяти. Для доброй памяти. Бог ни разу не сказал обратное. Человеку необходимо напоминать о добрых делах. К сожалению. Хотелось бы, чтобы было обратное, но к сожалению. Мы даже видим с вами в Библии, что существовали такие памятные книги, куда записывались и добрые дела записывались, чтобы напоминать царю даже. Вот если мы прочитаем Исфирь, 6 глава 1-3, вы помните наверное про Мартахея, да? Когда-то произошло очень интересное действие, но было забыто, хорошо, что записано. И в ту ночь Господь отнял сон от царя. И он велел слуге принести памятную книгу дневных записей. И читали их перед царем и найдено, записано там, как донес Мардахей Нагаваофу и Фарру, двух евдухов царских. Оберегавших порог, которые замыслили наложить руки на царя Артаксеркса. И сказал царь, какая это она почесть и отличие Мордахею за это. И сказали от руки царя, служившие при нем, ничего не сделано ему. как видим, что добро Мордахея было забыто. Хорошо, что записано, да? Поговорили и забыли. Но стоило бы царю сделать что-то плохое, как по-вашему? О, как помнил бы, да? Вряд ли нужна была бы книга для этого. Хорошо бы помнилось. Мои дорогие, Ветхий Завет показывает нам, насколько народ Божий забывчив. Казалось бы, такие события, как Бог выводил из Египта, забыть невозможно. Сколько чудес, сколько знамений. Море развилось, если бы мы с вами видели, море раздвинулось. И провел нас через такое чудо. Мы бы забыли. Забыли. Поверьте. Прошло время. Пришли неприятности. Про то уже забыли. Так произошло. Зашли в пустыню. Кушать захотелось. Воды нету, жарко. Только что было чудо. А сколько времени? 40 лет они ходили, а обувь у них не ветшала. Вот как одели эту обувь, и она такая новенькая 40 лет. одежда не старела. Забыли. Забыли. Все забыли. Все человек добро забывает. Но зато помнили, что голодали, что воды у них не было. И роптали, и роптали. Вот что такое человеческая память. Поэтому они отступали от Бога. Но если бы все время помнили добро, они были бы благодарными, понимаете? Кто благодарный, кто помнит добро? Вот он всегда благодарен. А по человеку видно, что он забывчив к добру. Если он неблагодарный, человек благодарен, пока помнит. Ой, я тебе так благодарен, ой, спасибо, такое. Через неделю уже иди. Уже тебя не помнит, уже ты ему не нужен. Ну все, он тебя попользовал. Ведь такое же отношение к Богу. Если человек забывчив к его добрым делам, он постепенно его предает. Охладевает в любви к Господу. Если ты постоянно благодарен, ты никогда не остынешь, внутри тебя этот огонь благодарности, он вызывает поклонение. Но мы видим, что Бог, видя человеческую натуру и память, говорил через пророка, помни. Вот Исаия 12,4 говорится. И скажите в тот день, славьте Господа. Призывайте имя его. Возвещайте в народах дела его. Напоминайте, что велико имя его. Зачем напоминать, если ты помнишь? Напоминайте. Говорите о добрых делах, говорите, что Бог велик, напоминайте. Бог многократно предупреждал через Моисея, напоминай. Напоминайте. Почему? Потому что человек не помнит добро. И благополучие в земле обетованной тоже послужило им забывчивостью. Хотя Бог говорил, напоминайте, когда придете туда, помните, кто привел. помни, какой ценой ты туда попал. Даже если взять Моисея, Моисей посвятил свою жизнь, чтобы вы были в земле обетованы. Хотя бы помните, хоть уважайте, что Моисей оставил все, пришел к вам, чтобы вас вывезти. Но камушки были рядом все время, Моисея попить камнями. вот человеческая память. Ой, посмотрите, как написано в Таразаконе 8.2. И помни весь путь, который вел тебя Господь. Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. будешь ли хоронить заповеди его или нет. Другое место, оно длинное, я не буду все зачитывать, там, наверное, его поставят сейчас. Второзаконие 8.13.20. Здесь просто говорится, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской. в другом месте говорится. Чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Все время говорит помни. Помни, не забудь, вспоминай, напоминай, что сколько Бог сделал добра. Иисус нам сделал то же самое. Когда они перешли через Иордан, Он сказал, возьмите со дня камушки, притом вот такие, вот такие камушки, перенесите их и поставьте памятник. Памятник, о чем говорит памятник? Памятник, это уже на память, зачем на память? Потому что забывчиво. Прошло время и забыли. А здесь очень хорошо, сказал Иисус Навин, 4 глава 6-7. Зачем? Чтобы они были у вас лежащими всегда. Знамением. Когда спросят вас, в последующие времена сыны ваши и скажут, чему у вас эти камни? вы скажете им, в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом Завета Господа всей земли. Когда он переходил через Иордан, ковчег Божий переходил, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом камни сии будут у вас для сынов Израиля памятником на веки. А зачем мы празднуем Пасху? Память. На память, понимаете? Чтобы помнил, что за тебя Господь кровь пролил. Какой ценой тебе достал? Помни, празднуй. Знаете, Бог про все свои праздники говорил, за все свои победы говорил, празднуй. Вот когда празднуешь, помнишь. Помнишь все торжества. Помнишь, что Бог победил на память человеку о Божьем добре. А вот это что? Как вы думаете? Напоминание. Вы знаете, Иисус сказал воспоминание. Сие творите в Мое воспоминание. А если бы не было преломления? А вы знаете, как человек забывчив? Стыду нашему скажут. Но каждый раз, когда мы это видим, каждый раз написано, каждый раз будем воспоминать. Иисус так сказал. И Павел говорит, прочитаю вам. Также и чашу после вечерей сказал, сия чаша есть новый завет Моей крови, сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, все пьете чашу сию, смерть Господню, возвещайте, доколе Он придет. И все апостолы учили, напомните, напоминайте. Говорите вовремя и не вовремя напоминайте. Поэтому иногда люди говорят, ну что это вроде как Евангелие уже мы знаем, напоминать надо. И каждый раз Дух Святой нам напоминает. Этого прости, тут промолчи, тут потерпи, напоминает. Как сказал вот, если прочитать 2 Петра 3, 1, 2. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. чтобы вы помнили слова преждереченные святыми пророками. И заповедь Господа и Спасителя преданную апостолами нашими. Много таких мест, я все не буду вам перечитывать. Читайте Евангелие и смотрите слово, напоминайте, помните, не забывайте. Вы знаете, я хочу вам сказать, напоминайте сами себе не только дела Божьи, но даже добро, сделанное вам, братьями и сестрами. Когда вы кого-нибудь вспомните или вам про кого-то напомнят, сразу вспомните доброе, что он сделал вам как-то. Как это будет полезно. Когда вспомнишь о каком-то брате или о какой-то сестре, вспомни хорошее сразу. Сразу вспомни. И тогда ты будешь ходить, знаешь какой? Благодарный. Тогда ты будешь ходить благодарным. Сердечко твое будет наполнено благодарностью. Тебя не сможет сатана вытащить в ропот в ненависть, потому что ты будешь благодарным. Вспоминайте добро. Забывайте зло. Вспоминайте. Я вам советую. И вспоминайте всегда, сколько Бог сделал для вас. Для каждого из вас лично. если вы это будете помнить, все остальное, что вы сегодня проходите, терпите, будет легче проходить. Видеть ничто, потому что вы помните добро, сколько Бог сделал и еще сделает. Помните добро, храните внутри себя. Это большое приобретение, быть благочестивым и довольным. А какое приобретение, быть еще и благодарным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА